Ура! Включила два из трёх, почти. Да, потому что Инстаграм, как всегда, у нас лучше работает для меня. Так, так, так. Сегодня, сегодня, сегодня. Вот. Наверное, я верила, хотя я... А, вот, я сейчас не вижу свое. Вот, я поняла, я закрыла себя же. Отлично. Всё, по-моему, я всех... Вообще страшное дело, я себя вижу в трёх экранах. Итак, ждём секунду, минуту, пока кто где подсоединится. Сегодня мы с вами разговариваем про наказание не любви, а моральное наказание. Итак, сегодня никого не ждём, да, наверное, потому что аморальное наказание. Значит, декабрь 2023 года. Это у нас будет месяц... Кого? Месяц крысы. Кстати, я не выходила в прямые эфиры уже несколько лет. Несколько лет, и поэтому у меня волнение присутствует, естественно. Но ничего, надо возобновлять, восстанавливать всё это. Итак, всё, поехали, я не хочу затягивать на 30 тысяч часов. У кого-то утро ещё раннее. У меня не раннее, но тоже утро. У кого-то вообще уже ночь. Поехали. Наказание не любви. Месяц декабрь. Год у нас, смотрите, идёт кролика. И месяц декабрь идёт крыса. Эти два зверька, крыса и кролик, дают наказание не любви совместно. То есть это, в принципе, будет для всех. Для всех-всех-всех присутствует. По-моему, если у вас в карте вдруг есть эти два животных, соответственно, вы с этим наказанием живёте. Живёте всю свою жизнь. Это не прям... Ну, это плохо. Да, я согласна. Вообще все наказания не очень хорошо. Но в первую очередь это люди привлекательные для других. То есть они очень обаятельные, такие привлекательные. И, блин, а вот в Инстаграм, кто слушает меня на английском, наверное, не очень всё понятно. Ну, ладно. Я решила, буду на русском всё говорить. Значит, то есть это люди, как минимум, привлекательные для других. Они, знаете, такое у них... Это не обязательно привлекательные внешне. Там супер какие-нибудь, я не знаю, красивые люди. У них есть энергетика такая вот... Ну, я не знаю, секса какого-то, обаяния, харизма такая, знаете. И вот. Но для этого года, для ноября месяца, для декабря месяца идёт для всех. Идёт для всех-всех-всех. Поэтому все эти энергии такие, знаете, будут витать в воздухе. В общем, поехали дальше, давайте. Что это значит, аморальное наказание? Во-первых, это скандалы могут быть, интриги на почве секса, на почве каких-то таких нерешённых вопросов могут быть. Ну, всё на плане каких-то... На фоне интереса друг к другу. Если, кстати, вы хотите что-то спросить, вы можете писать. Потому что я вижу, кто-то хочет... И вот так машут там ручками спрашивать. Ну, вы пишите. Я не знаю, насколько это возможно в Телеграм. Но в других соцсетях точно возможно. Итак, значит, получается, что... Очень важно, где будет находиться... Если вы, допустим, родились в год кролика, и сейчас приходит крыса в году. Всё зависит от того, где находится то или иное животное у вас в карте. Допустим, если вы родились в год кролика, То есть это наказание будет достаточно далеко от вас. Оно будет находиться в году. Это какие-то внешние факторы, которые вас будут раздражать. Ну, да, раздражать. Раздражать, бесить. И вы будете так... Постоянно, знаете, на таком, блин. Хочу, не хочу, могу, не могу, нравлюсь, не нравлюсь. В общем, тут всё будет очень зависеть от того... Блин, вы будете думать, нравитесь ли вы людям. Насколько это всё негативно для вас сказывается. Что почему он мне нравится, а я ему нет. Ну, вот, знаете, в таком духе. Почему так мало внимания мне? Вот. То есть всё это закручено на чувствах. То есть это два цветка персика. Не пугайтесь этим названием. Цветки персика — это просто хорильма, обаяние. И... Ну, вот, когда нравятся друг другу люди, это там какая-то химия происходит. Вот как раз вот эти два таких химических животных. Которые... Они, вроде бы, понимаете, и хотят любить друг друга, но через такие... Страсть такую яркую, которую выдержать очень как бы непросто. Это всегда через эмоции, через какой-то негатив может продвигаться. То есть люди могут чувствовать себя недолюбленными. Недолюбленными, соответственно, обижаться очень много. То есть всё это будет проигрываться на чувствах людей. Итак, дальше. Едем дальше. Если это находится вот в году, я уже вам сказала, это будет касаться достаточно такое отдалённого общества с вами. Если же это будет в месяц состоять у вас животное, тогда это ваша семья, это ваши родители, это ваши коллеги по работе и вообще, в принципе, ваша работа. То есть такое наказание может ударить... Родители могут думать, что вы мало с ними общаетесь, что вы не даёте им какое-то общение, любовь, что вы их вообще не любите, они могут так думать. Затем на работе. На работе могут быть различные ситуации. Такие как, допустим, вы дали повод, допустим, начальнику какой-то. Причём повод этот, его-то в принципе и нет. Но он думает, что есть, потому что сейчас такие энергии. Вот он подумал, что вы одели эту кофточку специально для него. Соответственно, намекаете на какие-то делички такие. Но, может быть, это и не так, но энергии этого месяца говорят об обратном. Говорят, что да, вот призыв к какой-то интрижке. И он уже оценил это и сказал, ну, давай дружить. А ты такой, ну, блин, в смысле, я не планировала, я просто оделся так. В общем, понимаете, да, на работе надо себя тогда вести более демократично. Более демократично, более консервативно даже. Вот так. Более консервативно. Не надо экстравагантно, может быть, даже одеваться. Хотя я понимаю, что это вообще полубред, что как ты там оделся, как ты там что сказал. Но любой комплимент, любое такое доброе слово в сторону мужчины и женщины будет именно вот в этот месяц казаться чем-то очень интригующим. Будет казаться, что это намек. Намек на что-то более продолжительное. И человек на это обидится. Соответственно, когда он обидится, он уже, ну, в общем, на работе могут у вас быть проблемы из-за этого. Потому что аморальное наказание – это не наказание любви и счастья. Нет, это аморальное наказание тоже не просто так. Соответственно, вы можете получить после этого, не получить премию новогоднюю, допустим, потому что человек на вас обидится. Все, это по работе. И то же самое играет по родителям. Допустим, с родителями можно как-то уладить конфликт, можно им позвонить, почаще приехать к ним в гости. Поэтому, блин, этот вентилятор у меня в голове. Я в следующий раз куда-то в другое место сяду, наверное. Но у меня тут карты, поэтому не могу. Значит, так же и вы можете чувствовать, если у вас находится в месяце и в дне, допустим, это животное, вы можете чувствовать нелюбовь со стороны. Вы можете думать, что вас не любят родители, они вас недолюбливают. Ну, поймите, что это не так. Вы поразмыслите, подумайте, насколько часто они вам это говорят. И на самом деле они вам, я не знаю, внимание уделяют. Ну, подарки те же самые. Ну, вы поймите, что родители вас любят. Не надо думать иначе. Да, порой, может быть, возникают такие мысли, особенно вот в такие энергетически сложные месяцы. Но подумайте еще раз и вспомните. Выдохните. То, знаете, вот этот месяц дается нам, наверное, для нашего личного цена такого. Ну, я имею в виду, надо свои мысли, эмоции контролировать и понимать, что это всего лишь сейчас пройдет этот месяц, и все будет хорошо. Контролируйте себя, пожалуйста. Будьте более спокойны. Вот и все. Так, если это находится в дне, вот это самое такое, знаете, если то мы как-то можем проконтролировать работу, там, который внешний, дальний год, это вообще прекрасно, но, я имею в виду, он вообще далеко от нас. То есть, а здесь, когда непосредственно ваш господин дня, это кто вы, там, дерево, ян или кто-то другой, и неважно, и вы сидите на каком-то животном. Мы с вами разбирали про животных. Если вдруг вы до сих пор не знаете, кто вы, на чем вы сидите, присылайте дни рождения свои, будем разбираться, кто вы. Итак, если вы сидите на, допустим, кролике, и приходит крыса сейчас, тогда это будет касаться непосредственно вас. Непосредственно вас и, ну, то есть, вас будет штормить вообще по полной. Приготовьтесь. Такие горки американские или русские, как хотите больше, какие больше вызывают у вас экстрима. Будет вот такое у вас штормить-штормить. Я вижу, в Телеграм говорят, что нет звука, но я надеюсь, меня-то слышно. Если вас не слышат, то логично, я вас и не включала. Поэтому. Итак, то есть, и, что самое еще не очень приятное, если вы сидите на кролике, тогда будет еще у вас дрожать, дребезжать это дворец супруга. Соответственно, у вас могут быть какие-то такие ссоры, скандалы, интриги, расследования, естественно. И еще рекомендую вам. Вам, меня в Телеграме не слышно, говорят. Ну, сейчас я гляну, почему. Не знаю, почему, кстати. Пойдем еще и закройся. Не знаю, почему. Вроде бы должно быть слышно. Ну, жаль. Будем разбираться с Телеграм, и в Телеграм первый раз. Делаю прямой эфир. Так вот, смотрите. Получается, что... Переходите с Телеграм в Инстаграм или в Ютуб. Там меня слышно. Получается, что... Еще что рекомендую. Если у вас, допустим, есть такое... Под вами вы сидите на кролике. Не ездите отдыхать раздельно. Не путешествуйте в этот месяц с супругами. Будьте вместе. Будьте вместе-вместе. И... Я не знаю, вот корпоративы там еще грядут. Наверное, супруга не надо отпускать туда одного. Или как-то проконтролируйте этот момент. Потому что большие соблазны для измен. Это... Однозначно два зверика, которые подталкивают на это. То есть, надо иметь такую... Такую силу воли. Серьезную. Чтобы... Не машите в Телеграм. Переходите в другую куда-то. Я сейчас разбираться уже не буду. Итак, надо иметь железные нервы, чтобы не податься этим, знаете, соблазнам. А там на корпоративах у-ху-ху. Дамы будут одеваться, вас заманивать. Ну, в общем, могут быть измены на самом деле. И это не есть хорошо, не есть приятный момент. Соответственно, его надо как-то избежать. Чтобы это избежать, ну, вы подумайте, ваша семья вам лучше знакома. Тут вентилятор, тут вентилятор. И, соответственно, можете проводить время больше, чтобы, знаете, хобби какое-то совместное сделаете. В общем, не отпускайте своего супруга или супругу куда-то в неизвестные места, где есть шансы измен. Да. И если это у вас касается вашего столпа часа, то есть если вы родились, скажу, давайте вот так, если вы родились с пяти до семи утра, например, тогда это будет касаться ваших мыслей. Вы будете думать, разные такие думки нехорошие идти, типа, ой-ой-ой, как так? Наверное, действительно, может быть, я не знаю, что-то происходит, меня там не любят. Все это будет касаться чувств, эмоций, и вы будете думать, что вас не любят. Особенно вы будете думать, что это будет касаться детей, что дети вас не любят, они неблагодарны. Они что-то вам не додают, не дадут в плане любви. Как это я все для них делаю? Они такие вот нехорошие. И почему он меня не уважает? Или, блин, ну, респект должен быть какой-то. И сегодня, кстати, я наслышана, что день сына, по-моему. Итак, телеграм, переходите в инстаграм. Я вижу, что вы меня не слышите, но я не знаю, как вам помочь. Уходите оттуда тогда и идите туда. Итак, то есть вам будет казаться, что дети вас не ценят, не любят и все такое. Поехали дальше. Это такое основное, то есть, что еще будет очень важно. Если эти элементы кролик и крыса вам полезны, тогда все это смягчается, все это классно, это можно обыграть. То есть, если это полезный для вас элемент, вообще, в принципе, ну, это все равно будет бить по эмоциям, но не так сильно скажется. Если это, конечно, будет не полезное для вас, какие-нибудь крыльбители, что-то такое, все. Вообще, туши свет. Крепитесь. Итак, давайте еще скажу. Допустим, цветок персика приходит. Это еще может быть... Смотрите, кстати. Можно заключить брак неожиданно. Только когда вы заключаете брак в таком году, в таком месяце, он, возможно, не принесет никакой такой суперудачи. Потому что могут быть в таком браке измены, могут быть недопонимания, ссоры, конфликты. Поэтому, ну, не рекомендую, если есть вариант перенести свадьбу с этого месяца или вообще не назначать ее на это время, то это вообще шикарно. Воздержитесь. Дальше. Если вы одинокий такой человек, есть шансы встретить кого-то. с кем можно создать дальше семью. Но не создавайте семью вот сейчас. Потому что, в принципе, если вы только сейчас познакомитесь в этом месяце, это будет еще конфетно-пакетный период и вполне адекватный. В основном люди не... Ну, не будут кидаться, наверное, в первый месяц. А если вы видите, что это уже какой-то неадекват в первый месяц, то спасибо, приятно было познакомиться. Уходим. Следующий. Дальше. Если вы родились в год... Цветок персика приходит, получается. Если вы родились в год свиньи, кролика или козы, тогда это вас будет трогать очень сильно. Трогать очень сильно и заденет ваши чувства еще больше, чем остальные знаки. То есть, запомнили, свинья, кролик и коза. Готовьтесь, у вас будет штормить очень сильно. И также сейчас идет кролик. Это 23-й год. Год кролика. То есть, если вы родились в год тигра, лошади или собаки, также добро пожаловать на борт этих штормящих. Дальше. Если вы дерево, допустим, хотела вот сюда. Если вы элемент дерева, янского или ленинского, неважно, тогда у вас будет наказание по друзьям, по людям и по здоровью. Смотрите, люди могут что-то нехорошее про вас говорить. Это сплетни какие-то. Говорить за спиной всякую фигню, которая вам принесет потом урон. Друзья строить какие-то каверзные планы. То есть, все это очень нехорошо. И по здоровью может сказаться. В первую очередь по ментальному здоровью. То есть, ну, ребятки, берегите себя, скажем так. Если вы элемент дерева огня, тогда ударит этот месяц у вас по власти, по работе. По работе и по ресурсам. По ресурсам, по здоровью тоже. Вы можете у матового сильно уставать на работе. Это может для вас негативно потом очень долго лечиться. И, соответственно, на работе, вот как я вам рассказывала про начальника, будьте аккуратнее, не давайте никаких поводов. В таком духе. Для людей энергии земли это наказание бьет по деньгам и по работе. Возможно, вы будете очень много работать, но ничего за это не получите. Тоже так себе идея. Мне это вообще не нравится. И деньги вы можете тратить куда-то необдуманно. То есть, вложиться куда-то и прогореть. Если там, знаете, я не знаю, покупаете где-нибудь дом, квартиру, и можете просто в недострой какой-то влезть и долго-долго-долго ждать. Или ипотеку эту выплачиваете, потом она, я не знаю, очень долго будет выплачивать еще с худшим процентом, скажем так. Или если это сказывается еще вот по работе. Ну, в общем, будьте внимательны там с налогами. Совсем сейчас такой тренд налогов, я смотрю, этот год не просто так. Потому что год кролика – это одно из этих животных персиков на Казани. Поэтому, да, будьте очень внимательны, аккуратны, законом. Это не этот год, и особенно вот этот месяц, не прощает никаких таких погрешностей. Заплатите лучше все, отдайте долги, все такое. Они потом вам обойдутся в три, дорогая, не дай бог. Потом для людей энергии металла будьте внимательны со своими словами. Они очень ранят других людей, тем самым люди с вами перестанут вообще общаться, не захотят это делать. Поэтому, ну, не надо так делать. И по деньгам. Соответственно, вы можете потерять в деньгах, опять же. Для людей энергии и воды – это наказание по окружающим вас людям, по людям и по как вы себя будете показывать и проявлять. Соответственно, будьте внимательны. Итак, будьте внимательны в своих движениях, выражениях. То есть перед тем, как что-то сделать, подумайте сто тысяч раз. Это будет самое верное решение. Итак, дальше. Давайте я обещала. Ну, это, в принципе, вот такое, что ждет в декабре нас всех. И я сказала, кому обратить на что внимание таким знаком. Теперь давайте я не хочу сто тысяч часов говорить. Это можно говорить вечно. Для телеграмм вообще это будет очень интересно, потому что они меня не слышат, просто видят. И давайте тогда проговорим по… Я обещала, что разберу две карты. Две карты в эфире, и кто сделает определенные условия там под постом. Их выполнили как раз два человека. Я не знаю, они здесь в эфире. Я знаю, это точно вот под ником travel55. И coheria22. Если я правильно сказала, сорян. Если вы здесь, пожалуйста, махните. Если это так, я тогда вас разберу сейчас в эфире. Если вас нету, то, ну, соответственно, я вас не разберу. А так я посмотрю и скажу, что есть ли у вас, в принципе, такое в карте. Если есть или нету, пока я вас не вижу. Если вы есть, говорите travel55 и coheria22. Потому что хотелось бы посмотреть какие-нибудь карты. Если нет, я возьму тогда те, кто в эфире есть. Потому что это будет, честно, справедливо, человек, который пришел на эфир. Хотя бы ему интересно будет это смотреть. Давайте жду немножко. Есть, нету, не вижу, не машете. Итак, вот вижу. Одну дату мне дали. Мне нужна ваша дата рождения. Если просто вас нету в эфире, я не смогу вас посмотреть. Спасибо, что выполнили условия. Ну, тогда придется вам участвовать в другой раз. Вот, я вижу еще другого человека, у которого у меня есть карта. И открываю. Здесь выпадает. Наказание нелюбви в самой карте вшито. Человек, господин дня, это огонь, ян, сидит на крысе. На крысе. То есть, уже, в принципе, есть один зверек. Второй зверек у нас сидит в часе дня. То есть, это мысли, дети. Соответственно, что человек, давайте подумаем, размышляем с вами вместе. Я, на самом деле, такие эфиры хочу, чтобы мы размышляли с вами вместе. И будем разбираться. То есть, за мной господин дня, в принципе, шатает от этих всех энергий. И он по всей своей жизни будет думать, что его супруг, это женская карта, что супруг ее, ее недолюбливает. Не дает какой-то энергии, не дает любви. И дети тоже неблагодарные, скорее всего. Но надо понимать, что это такое наказание зашито в карту. Это неприятное наказание. Человек думает, что его не любят. Это не так, естественно. Но, чтобы как бы себя перепрограммировать, да, это нужно время. Это нужно вообще знать свою карту, понимать ее. Если сам человек не обучается, допустим, китайской метафизики, то, ну, не знаю, может, какой-то специалист поможет с этим, кто изучает эту науку. Итак, получается, что усиление сейчас приходит в месяцы и год. В общем, этот год, я думаю, вообще непростой для этого человека, потому что все продублировалось. И вот такой эмоционально непростой год. Итак, дальше. Потом, что это у нас идет? Так как это элемент огня, тогда это по власти, опять же, по мужу, по работе и по здоровью. Быть может, в этом году здоровье тоже, так знаете, какое-то самочувствие не очень хорошее у человека. Итак, я вас, опять же, не вижу. Хотя я видела, что вы мне писали и махали тут. Ну, очень жаль, потому что хотелось бы разбирать. Ну, искать очень много ссори. Тут я вижу, входят-выходят, входят-выходят, как в мультике. Надеюсь, только в мультике. Такой тонкий юмор, видите, энергия уже. Вот, я вижу, что есть кахерия, кахерий. И вот мне, да, она пишет, что в телеграме меня не слышно, но, соответственно, блин. Быть может, вы где-то здесь. Блин, вы же здесь. Ну, почему вы меня не машете? Я хотела вас разобрать и посмотреть, что вас ждет. Какой этот месяц у вас будет. Если вы мне в течение пару минуток не напишите, то сори. Сори, сори. Вот я вам, мне кажется, даже помахала. Такой жест сделаю вам, помашу, потому что хочу вас посмотреть. Итак, давайте тогда, если сейчас не выходит, мы, в принципе, разобрали такие главные элементы. И следующий эфир я предлагаю провести, вообще, в принципе, сделать на постоянной основе такие эфиры и провести их, проводить их вот каждую неделю, допустим. Следующий сделать по энергиям следующего года. Следующий год у нас будет суперинтересный. Во-первых, это вступает новая декада. Это в китайском календаре, в китайской науке есть девять различных стадий. Ну, стадий как эпох. Эпох Р, можно так сказать. Они идут друг за другом, каждая из них длится 20 лет. И вот следующий 2024 год, он будет уже, переходит из восьмой эпохи в девятую. То есть тенденции мира, тенденции моды, так сказать, они перейдут на другой уровень. Ну, ладно, это, в общем, другая история. Все, сегодня эфир о другом, и мы его уже заканчиваем. Спасибо, что, кстати, кто был. Я сохраню эти эфиры. Можно будет пересмотреть, кто не попал. Будем подбирать еще какое время. Возможно, это не самое удачное время для всех. Ну, как есть. Очень много, кстати, вот это аморальное наказание. Вот что еще хотел сказать. Звезд не стало сегодня смотреть, но очень многом, давайте с вами как-то их рассмотрим, есть дизайнеров наших на постсоветском пространстве, таких, знаете, экстравагантных, которые, вот как раз у них вот эти аморальные наказания проиграны в карте. Они себя являют через вот моду, потому что кролик у нас отвечает за дизайн и придумку всяких новых трендов. И они так их обыгрывают. Ну, в общем. А, и очень еще хотела предупредить, особенно молодых девушек, женщин, будьте аккуратнее, ходите, я не знаю. Ну, в общем, не провоцируйте в этот месяц, пожалуйста, никого. Не провоцируйте. И вообще это глупо. Знаете, меня это раздражает, когда вот это говорят. Надо мне что-то другое придумать. Что значит, не провоцируйте? Мне это раздражает саму. То есть, если ты идешь коротко, юбки как-то, и что, надо на тебя нападать? Нет, не надо, конечно. Это бред полнейший. Я могу быть в купальники там идти, грубо говоря. Ну, без крайностей, конечно. Но, камон, ну не надо же за это там насиловать или что-то такое. Но, к сожалению, к сожалению, что такое происходит в нашем мире. И сейчас это особенно остро стоит этот месяц. То есть, хрен с ним, пойду против своей какой-то такой, блин, ну как сказать, моральных слов. Но не провоцируйте. Все. Потому что месяц сумасшедший, особенно если это молодые девушки. Если у вашего ребенка, у вашей дочери есть, ну вот, кролик, да, допустим, сейчас, и приходит крыса, встречайте ее там вечером, ночью. Потому что, ну, такое обострение, знаете, маньяки, когда обострение у них происходит какое-то, я не знаю, как сексуальное. Вот сейчас, действительно, декабрь, это тот месяц, когда могут быть всякие вот такие непонятные движения. Они как выходят на охоту, знаете, как сезон охоты. Вот, наверное, да, сезон охоты. Мне что-то понравилось. Поэтому, ну, ребятки, не ходите там по темну сами, девочки, да, мальчики тоже. Мир вообще очень странный, перевернулся. И встречайте своего ребенка, пожалуйста, со школы. Поздно он идет, если сейчас. В принципе, видите, декабрь, он для всех это будет. То есть активируются эти все сумасшедшие люди, которые вообще не в порядке у них с головы. И очень много возможностей снасилований в таком духе на сексуальную вот эту тему. Очень неприятное. Поэтому, пожалуйста, сами себя сохраните и своих детей. Это очень важно. Все. Всем спасибо за эфир. Будьте аккуратнее. Меньше отвечайте. Если вас, кстати, провоцирует кто-то на улице. И красавица вот из этой серии. Давай там, что там? Папе не нужно. Там, тесть, зять. Я запутала. Зять. Вообще ничего не отвечайте. Промолчите. Даже если это против ваших. У вас там супер много в карте семи убийц, допустим, как у некоторых. И вы хотели бы ответить им. Ну, вообще не отвечайте. Промолчите. Нафиг надо. Ну, вот. Прямо вот закройте себе, я не знаю, рот. Рукой. И пройдите. Уйдите. Не ходите по темным переулкам. Ну, зачем? Мы знаем. Мы для этого изучаем это все, чтобы знать, где немножко себя предохранить, наверное. Да. Сохранить, предохранить. Ну, в общем, всем спасибо. Очень жаль, что мы не разобрали сегодня эти две карты. Давайте в следующий раз вы будете немножко активнее. То есть я очень хочу вас разбирать и в прямом эфире смотреть карты. И мы будем это вместе делать. Давайте это делать. Сообща. То есть выполняйте, пожалуйста, условия. Они не замысловаты. Там поставить лайк, и вам ничего это не стоит на самом деле. Сделать репост тоже ничего не стоит. И приходите на эфир. Будем подгадывать время. Быть может, оно не совсем комфортное для всех. Все. Всем спасибо. Все. Будьте аккуратней, пожалуйста, в этом декабре 2023. Все. Всем спасибо. Всем хороших энергий. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok